так всех приветствую коллеги трейдеры слушатели канала с вами игорь павлинка команда и делите of traders партнеры компании герчи кинко и партнеры естественно же команды компании котель traders club сегодня 4 апреля 3 апреля 3 апреля пятница конец торговой недели и очередной комплексный обзор финансовых инструментов финансовых рынков и инструментов в них на которых создаются какие-то ситуации которые мы трейдеры должны использовать себе во благо то есть заработать о своих рисках и по своим торговым системам и сегодня комплексный обзор будет немножко посвящен как вопросам кстати прислали вопросы мне очень много за это время был перерыв в обзорах моих и было прислали очень много вопросов и на почту и в личку мне присылали и вопросы были разного порядка в основном касающиеся инструменты я выбрал самое интересное которое сейчас что-то можно сказать потом тому или иному инструменту и вопросы были санкт-петербурга мне очень понравилось что трейдер поддерживаю связь с ними из питера я в питере этому один из любимых городов великолепный город супер я передаю привет всему питеру 12 летом прожил на гороховой улице возле тюза самое лучшее впечатление с питером связаны пользуясь случаем как раз хочу передать привет прекрасному человеку светлане барковщиковой начнем некоторые инструменты то есть сначала пойдем все по инструментам которые вопросы задавались я разложил их в рынке так переходим на видно да значит смотрите что хочу сказать вот первый первый был вопрос по фунт ауди да great britain pound к австралийскому доллару фунт ауди да смотрите неважно какой инструмент какой рынок смотрите что происходит в моменте в рынке как он себя ведет то есть не просто там полосочку вы вели какую-то цену на графике и пытаетесь там от нее там сразу поставить ордер какой-то продать купить там и так далее это видите такая торговля это фигня собачьей а нужно смотреть что рынок показывает вот там есть какая-то цена специально этот инструмент разложил так и просто рисовал вот эта цена она подходил не тыкался даже такими ложными пробоями там показывал да а по факту закрывался всегда ниже то есть вот закрытие цель всегда ниже и потом как только закрылись вот по факту закрылась цена выше уровня до тест уровня и уходим дальше при том еще и плюс поджатие уровня то есть повышение закрытие и положение лаёв и так далее поджатие уровня снизу вверх на пробой уровня тест и уходим и вот цена у пролетела раз этот ложный пробор ложный пробой вот раньше закрытие не было вот только закрылись пошли и дальше вверх то есть кто сидит покупках по этой по этой по этому инструменту держите подтягивайте стопы торговой систем то есть убытки давай прибыли расти подтягивайте стоплосы держите позицию пока ничего пока не закрылась цена вот так ниже 20 3040 я некий продаж не вижу вот тоже цена за постала закрылась организовал какой-то уровень круглый притон да и тыкается в него а закрытие ниже нету даже здесь ложь одни ложные пробои все значит что держит сильно эту зону и так далее то же самое здесь значит по фунт ауди пока цена корректируется еще но пока не закроется ниже 20 3040 продажах я не думаю австралиец тоже было вопрос уже в питере ребята прописывали я постралийцы сижу какой же третий день второй день шортах почему потому что вот уровень зеркальный уровень закрывались выше ходили куда-то выше потом раз и закрылись под ним вот этим четыре дня импульса вверх не 4 дня стояли стояли а импульса вверх так и не последовало и закрылись под уровнем вот этим до 60 на 78 вот этим все ложный пробой зашел цену держу пока в району вот такой вот такая шартовая плоткость плоскость она зашла в шартовую плоскость шартовую зону такую вот уровень от этого лоу ниже закрытия не было значит держу особо на внимание круглый уровень 0 59 300 вот полу этого бара то есть видите как цена закрылась на это организовал уровень тест этого уровня уходила вверх вот здесь очень нужно быть внимательно на этой цене если закрываемся под 0 90 0 59 300 под этой ценой дальше дальше шорт в район 570 20 сюда вот поэтому по австралийцу кто это тоже ответ ответы на вопросы скажем по ней три пары будет ответы по вопросам по австралийцу пока шарты потому что цена зашла в шартовую плоскость без импульса вверх закрылась под 0 60 785 в этот коридор еще раз внимание круглый уровень 0 59 300 сюда цена может развернуться либо откат какой-то и так далее то есть у меня уже без убытки поэтому дальше следующий инструмент канадец вот был вопрос по канадцу тут ничего не вижу цену колбасит в разные стороны но есть очень хорошие уровни смотрите я специально поставил история 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 то есть когда строите какие-то цены не стройте не гадайте наперёд что то вот здесь где-то там сильно ли куда фиба там я не против инструмента как пример просто говорю и вот здесь она наперёд что-то сделать это все фигня все цены здесь цена повторяется там и так далее и тому подобное все цены берите слева графика цена слева 10 раз прошпилилась закрылась ниже вот вход слева и вот эти уровни взятые из истории просто из истории давайте посмотрим откуда нельзя туда смотрите давайте вот так смотрите вот у да вот уже заходила шли все уровни исторические смотрите верхние уровни смотрите 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 какая красота просто 1 1 уровень ушел и так далее история давайте так вот здесь отработался тоже такая ситуация точно также и так далее и тому подобное все уже не исторические смысле из той что они были вот уровень 37 575 давайте посмотрим 37 575 ближе к цене 37 575 смотрите какую 37 575 выше закрытия не было по факту теперь в истории то есть вот так он отрабатывается смотрите 37 575 смотрите цена стала над уровнем да и вот так повторилось 575 да видите то есть не надо ничего придумывать смотришь как историческая цена что если там помидоры стоили по 3 рубля сейчас не стоит по 305 по 310 по 320 по 350 смысл один и тот же на торговлю 350 и падает цена данный продукт помидоры огурцы неважно финансовый инструмент какой-то до 3 куда она падает 33 340 33 за 320 куда уровень 3 к так как было раньше бы смысловая тема и смотрит что происходит по факту возле этого уровня вот и все можно было торговать расстала сына вот здесь не пробивает и пробивает все ложный пробой вход ушли то же самое везде вот 39 595 то же самое то есть по канадцу пока цену носит не туда не вернет никуда импульса здесь не было да и но здесь раз два три четыре пять импульса неделю не может не импульс не идет вверх не знаю пока вот в этом коридоре не выйдет из этого коридора либо суда либо вверх туда никаких ничего по канадцу делать не собирались вообще ну вот такой есть еще уровень можно попробовать ну не моя любимая тема если честно вот такой вот смотрите вот такой вот уровень давайте отметим 42 717 здесь 42 755 42 755 ну вот разве что и вот такой вот еще можно до 42 755 вариант какой что цена опустили цену закрыли по факту здесь подтянули дальше не пустили и потом дальше этой штуки только ложные пробои тест уровне все вот они коридор скажем так все пока из него когда не выйдет здесь середине только стопы ловить видите то есть убытки терпеть и стопы ловить и так далее здесь тут зашел здесь тебя выкинул здесь вошел здесь выкинула здесь это самое то середине коридоров ценовых ключевых не торгуйте если вам конечно не жалко деньги по канадцу вот такая вот ситуация все теперь поехали наш обзор скажем так это тоже можно считать обзор то есть вот такие штуки нефть нефть хорошо идет вверх то есть так она не и не могла преодолеть отметку завалиться ниже нефть марки бренд 25 400 вот она идет вверх пока не выйдет не станет на 38 540 или в этом или будет отбиваться буду смотреть за вот этой ценой вот здесь ложный пробой вот это цена ложный пробой и обратно вниз ушла и так и не могла 25 400 идет вверх пока не выйдет не станет на 38 540 или в этом или будет отбиваться буду смотреть за вот этой ценой нефть сейчас пока в логовой зоне в логовом коридоре и хорошо отработала и и дальше идет вверх то же самое нефть и в это и то же самое смотрите вот такой уровень смотрите отсюда цена зеркало сюда ходила суда есть закрылась и отсюда же от этого уровня пошла в ложные пробои вот 2760 если сына к нему опустится вот здесь и будет сегодня закроется день и еще раз так нет закроется протестирует уровень тогда лонг если закроется цена вот так завтрашний день или там ну тогда шортить вот все пока в этом коридоре ничего не делать потому что вынесет нафиг первая остановка если он так и будет идти нет перестановка 3660 пока она что-то здесь не покажет в этом районе в середине я не буду торговать соответственно если нефть идет вверх рубль очень зависит от нефти рубль очень хорошая цена вот она ходила и понижение лоев поджимают цену треугольники такой для меня это поджать кто там видит треугольник все и смотрите что происходит сейчас рубль закрывается под лоями да под круглой цифрой вот она как держали эту цифру 76 98 60 если сегодня дневка сокроется под 76 900 76.198 60 тогда рубль будет скажем так крепчать в район 70 рубль относительно к доллару значит тогда буду ждать 70 70.57 80 обратно же смотрите исторический уровень смотрите как как то есть это я объясняю заодно как трактовать цены относиться к этим ценам смотрите 37 70 57 80 смотрите какая здесь не добилась смотрите какая цена это излом тренда видите 70 57 80 ближайший к этой текущей цене и смотрите какая отработка этой штуки смотрите то есть цены торгуем цены и смотрите просто втыкнулась копейка в копейку и ушла вверх поэтому если сегодня рубль закрой за закроется инструмент закроется ниже 76 98 60 да тогда буду рассматривать и short укрепление рубля против доллара в район 70 57 80 идет поджатие уровень можно вот так нарисовать треугольник вот так лучше поджать и нарисовать вот так вот вот она идет понижение закрытие вот последних трех и понижение лаев вот такое поджатие тоже так что мне нужно вот этот день закрылся поэтому поставлю вот так видите импульса вверх отсюда не было три дня там неделю не могли раз два три четыре пять 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 дней считается до 5 дней не дают импульс вверх сделать поэтому вот такая ситуация жду закрытие детки ниже 76 . 98 60 тогда short на укрепление рубля дальше индекс доллара очень великолепная тема это я выкладывал этот этот скрин когда цена была вот здесь показывал что поджать и вот в чате картель 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 не дают не дадут соврать выкладывал хороший товарищ павел выкладывал картель по форекс чат картеля по форекс и грамм канале выкладывал эту штуку что 99 800 хорошая тема 99 800 что закрывал закроется выше поджатие идет что в эту сторону что в эту сторону смотрите хорошие два коридора великолепная просто смотрите вот они вот хорошие два коридора вот такие вот смотрите цена 96 вот такой именно такой скрины выкладывал заранее что закрывается выше индекс доллара 90 96 96 96 вот такой именно скрины заранее выкладывал что ситуация такая вот да это ложный пробой двумя барами двумя барами вот и 96 пошла обновила хай это да с этого с этого района до уровень все притом еще и круглый цена закинулась раз и 5 дней вниз не дают импульс неделю не давит импульс за закрывается выше все куда вот сюда 103 800 ну ожидаем то есть еще раз хочу сказать что и вот когда цена была здесь я показывал показывал чате что идет поджатие скорее всего может быть 99 пробой тоже поджать и такой скрины выкладывал но о чем хочу сказать что то есть смотрите как цена себя ведет что она делает возле уровня не гадайте наперед потому что когда я вижу там какие-то картинки там что-то ну примерно сюда подсона подойдет потом сделает вот здесь она прямо сюда выйдет вот так суда потом так наперед рисует занимается гаданием но это фигня вот по факту закрылась она выше все идет пока суда инструменты которые привязаны к индексу долларов да можно торговать все инструменты которые входят в индекс доллара можно торговать если доллар вверх значит доллар вверх все остальные к доллару вниз но это кто пользуется таким таким методом поэтому индекс доллара кстати вопрос тоже тоже ребята из питера задавали что типа если пробивает 99 800 то в ломбовой зоне до ответ конечно да дальше теперь подобрал инструменты которые служат внимание очень хорошего и следить за тем нужно хорошо заработать вот инструмент доллар есть ног до норвежская крона значит смотрите какая штука были какие-то движения вот вот то этот уровень держит хорошо 1024 и смотрите цена к нему подходит поднижение лайами хай оферни так поджатие сходила вверх и вот опускается и идет такие постоянные поджатие вот сейчас какие-то откаты то есть сейчас внутри дневной такой бар относительно прошлого если цена закроется вот я вас жду такой сценарий то есть я жду видите что если она так сделает закроется под круглой 1024 под этой ценой 1024 тысячи до 1024 вот так потому что давят ее вниз сейчас этот день пока ни о чем потому что он внутри вот этого вчерашнего дня то есть еще ни о чем не понятно куда он выйдет но пока идет такая штука то есть есть вероятность что додавят все-таки вниз если закроет ниже 1024 тогда шорт дальше шорт вот в это движение в район 919 400 великолепный уровень держали просто как не знаю смотрите цену вниз не запускали вот в этот район дальше еврокат к сожалению на младшем тайме я уже в ходе пропустил но подожду тогда закрытие дневки смотрите вот как входить можно когда заходит смотрите вот бах бакс она закрылась все входы а или там на младшем тайме так заодно показывал делается вот смотрите стала цена под уровнем на младшем тайм проторговка под уровнем все входи не хочу с таким стопиком уходили там за стопик за пробивной бар там где 12-13 пунктов по 4 знака ну короче 12-15 пунктов входи вот пожалуйста то есть на младших таймах заходи но смысл какой девка закрывается ниже 53-153 240 тогда дальше шорт в район 49 950 откуда это увидите как вы и откуда он взялся смотрим смотрим вот так вот 950 950 смотрите какая красота просто вот смотрите зеркало конкретное зеркало из у нас ходила суда и раз и вот она 53 200 сейчас посмотрим а вот эти высота 214 понял 240 смазался немножко прошу прощения 53 075 сейчас секундочку что это такое у нас извините смазал уровень сейчас с вами найдем этот уровень как его реакция как реакция отличная реакция если честно великолепная отличная реакция вот так вот чик 53 080 под 53 045 53 045 вот этот хайса зашла с не организовала уровень и начала в эту водку в истории даже 53 045 извините сбился 45 смотрим смотрите как цены отрабатывают то есть закрытия не надо бояться там вот этих выноса торгуйте старшая тайм закрытие ведь и бахта раз копейка в копейку недобой здесь ложный пробой по факту то есть цена закрывается под 53 045 дальше шорт в район 49 950 в этот уровень просматривать вот то есть первая остановка 49 950 еврокат евро и наш любимый еврик хочу вот так вот сделать смотрите вот вот уровень вот как он отрабатывался хорошо реакция какая была смотрите закрылись вот над уровнем ложный пробой все и поехали за смотрите это ближний ретест вот так 5 дней раз два три 4 даже 5 неделю не могут идут сюда если вот им импульса вверх не последовало то есть начали откатывать если ближний ретест что такое если там до пяти дней цена там падала потом до пяти дней нет импульса дальше вверх до пяти дней и возвращает к ними неделю 5 дней то есть идет на ретест очень большая вероятно что этот уровень дальше будет пробиваться вниз то есть ближний ретест идем вот этот уровень почему я смотрите вот вот этот уровень сильный да от него и зеркало работаешь закрылись выше ходила зеркально работал потом с этой точки с этой точки был перихай и этот перихай и этот перихай да вот кстати это тоже уровень вот так вот можно было проводить когда цена возвращалась здесь до с этой точки был перихай и этой цены и этой цены вот видите перихай то есть выше нее ходили да потом здесь эта точка от раба а вот с этой точки ничего не было это уже внутри и он слабый чтобы вы понимали вот этой точке никакого перихая здесь еще не было не доходило да то есть почему здесь цена ну вот здесь не брать типа почему так цена баки втыкнулась здесь вы не можете объяснить это трейдер не может объяснить то это внутренний уровень такие уровни я не торгую специально вот так вот скажем так не обращая внимание как-то ключевой внутренний уровень вот пожалуйста теперь вот цена 1 0 5 205 откуда взята смотрите 1 0 5 205 историю мотаем просто смотрите какая красота 1 0 5 205 смотрите удар 200 смотрите 210 даже соль 210 210 раз ложный пробой ходила все сложный пробой отложены ударилась смотрите ударилась цена и ушла вверх все и теперь что теперь по факту свежая свежая штука по факту еще раз вот этот уровень не принимаю ни за какой вообще с него ничего не было с этой точки никаких перехаев не было не дошла цена с этой все понятно только что мы поэтому это внутренний уровень жду чего жду закрытие дневки ниже 1 0 7 820 и шорт в район 1 0 5 200 и конечно буду следить за этим уровень как здесь будет цена поведет себя вот но пока жду такой вариант что притом еще поджать и уровень идет смотрите поджатие цены понижение закрытий повышение по понижение хаёв то есть мне нужно чтобы дневка закрылась ниже тогда шорт вот сюда в район 1 0 5 210 это наш еврик дальше кат франк хорошая ситуация смотрите долго копились цена долго копилась смотрите копейку копейку билась вот смотрите что слева что справа закрытий нет и сегодня день закрывается с и поджатием уровня когда идет такое поджатие да вот повышение закрытий повышение лаёв то уровень большая вероятность что уже не будет пробиваться дальше сегодня девка закроется выше 0 68 98 это карт франк канадский франк к швейцарскому франку канадский доллар и не изменить швейцарскому франку тогда тест уровня и тогда лонг буду рассматривать все это да да это накопление выход из вот этого накопления давайте чтобы это видно визуально было вот накопление вот это все это в ланге вот это вот другим поставим цветом каким-нибудь там таким вот это все накопление тогда вот этого до выхода без накопления в лонг шланговую зону 2 525 смотрите закрылись под ним что это вот вот она 525 есть 123 на 525 закрылись под него два раза закрыли шо то есть если сегодня девка закрывается 0 68 980 это канадский доллар к швейцарскому франку тогда лонг плюс поджатие тут смотрите поджатие четыре дня уже идет поджатие повышение лайов и третий день повышение закрытий все когда лонг рассмотрит дальше швейцарский франк иена а я выбила туда ну давайте покажу просто что я имел ввиду вот этот квадратик да хотел показать но уровень первого часа вот здесь я входил в шорт ой шорт извините в лонг вот здесь по бы вынесла давайте не будем сложная тема что это у нас что вот у нас что смотрите это у нас швейцарский франк к навежской кроне вот уровень зеркальный смотрите она закрыла связывал и с этой точки ходила вверх теперь мы взяли сначала протестировали на закрылись выше а теперь закрылись ниже видите вот дневка вчера четверг закрылась ниже сегодня дневка если закроется ниже тоже вот тогда шорт два закрытия ниже шор в район круглого уровня 962 70 закрылась деливается вот она вот эта . мы обозначили вот ее ценой 99 6270 вот такой вот шорт коридор великолепный больше 100 пунктов больше 100 пунктов поэтому шорт то есть комплексный анализ еще раз повторю инструменты неважно какой инструмент цены есть везде значит повторяемся швейцарский франк норвежская крона вот такая вот такой вот это будет у нас шорт если сегодня девка закрывается ниже то есть вчера закрылась уже ниже зеркальный уровень такой здесь должна есть закроется ниже шорт тогда швейцарский франк польский польский злотый ситуация класс тоже на самых хаях не можем выйти шортовые зоны то есть из лонговый но сейчас она уже шахтовые шахтовые зоны вот дары копейка в копейку цена услуги пришла отсюда все сделала цену копейку копейку и вот было поджатие и вот этот бар вот этот бар закрылся ниже закрытие если сегодня девка закроется ниже это будет вот это поджатие вот это сломлено вот выравнивание бар слов то есть дальше вверх не пускай зашел вниз это слом поджать сегодня не по такими двумя барами сегодня пятница до понедельник тогда не завтра понедельник понедельник тогда можно рассматривать шорты смотри как рынок откроется и ложным пробоем и так далее шорт рассматривать от 4.347775 район то есть еще раз повторю вот поджатие идет повышение закрытий и лайов поджатие уровня вот вот сюда нашло но вот этот бар закрылся ударился уровень тоже провелся уровень и закрылся ниже закрытий если сегодняшний дневка и закроется ниже это дневка открылась обновила лоу то есть показывает что два бара стоят под уровнем навела лоу и есть она закроется ниже 4.34775 это будет слом поджатие то есть выравнивание баров а ножи слом поджатие вот этого тогда шорт в район 1 4.23865 он поджатие ожидаю и на шорт такой коридор чтобы взять следующий инструмент фунт швейцарский франк тоже выкладывал меня выбило по ппу неважно смотрите великолепный уровень вот он круглый 19 345 ну не круглые 345 очень хороший смотрите какие серьезно поджатие и было серьезнейшее поджатие просто это зеркальный уровень притон цена смотрите вот закрыли за организовали цена ушла цена вверх теперь смотрите протестировали ложный пробой и закрылись выше по факту никаких гаданий по факту закрылись выше видите вот он вот здесь можно было со стопом коротышечкой прям уже входить сейчас идет откат я ожидаю что если вот внимание если сегодня дневка закроется выше 19 буду рассматривать short open long все если закроется ниже значит все это поджатие будет сломлена это слов всего этого будет закрыть под уровнем тогда в таких случаях еще один день держу и тогда шорчу вот сюда но пока идет в логовой ситуации если девка закроется выше 19 345 до long в район 124 570 если ниже то вы только что это рассмотрели смотрите 24 570 подписано история уровень ничего не надо придумывать смотрим в левую сторону графика и смотрим как цены реагируют смотрите 124 570 закрылись выше копейка в копейку шли вверх смотрите что я происходит раз отреагировал удар копейка в копейку ушли вниз вот этот уровень все начали если девка закрывается выше 1 19 9 345 лонг потому что поджатие не сломлено еще и закрыть закрыть два дня выше с импульсом на то же на понедельник будет фунт great britain pound датская danish chrome датская крона смотрите вот теперь что то же самая ситуация но смотрите 8 . 50 90 если сегодня дневка закроется ниже узнаете копейка в копейку ушли здесь закрылись финализовали уровень закрылись над ним но не пошла почему-то тема и смотрите что делается если сегодня дневка закроется выше вот так это будет великолепно дальше шор поджатие все дела ой лонг верни извините лонг вот сюда а если ниже круглые цены вот это да зеркальный уровень сюда цена ходила вверх на дне тоже дневка отсюда ходила вниз вот ключевая цена а если закроется ниже то это будет ложный пробой двумя барами тогда шор то есть рынок все показывает так как надо все шор тогда в район 8 29 80 смотрите цена отсюда тыкнулась и уходила вниз организовала уровень слева закрытие выше нету шортовый как только закрылись вверху тест уровня копейка в копейку ушли все тут стопы вот таки на ключевые уровни торгуешь то можно и стопы ставить каратышки там расчетно или там за локальные на младшем тайме заказал локальный хайлоу какой-то бар то есть смотрим что показывает рынок то и торгует значит смотрим просто как закроется дневка закроется ниже ложный пробой двумя баром это был торгуем шортим продаем инструмент закроется выше значит все класс это значит ложный пробой значит дальше лонгую все смотрим как дневка закрывается дальше инструмент новозеландский новозеландский доллар японская иена новозеландский доллар и японская иена что это я отмечал то же самое вот это такую вот это цена мне понравилось чем отсюда ходила и таки и импульса вверх не пошел и закрылись ниже подтвердила подтвердила и тоже ниже закрылась вот этот бар день закрылся очень мне интересно то цена сегодня день закрывается ниже все стоим под уровнем значит вот под этим зеркальным который цена ходила и значит шорт будет вероятно чуть большая шорта в район 61 780 вот уровень держался вот это вот сюда значит эти не слева не справа закрытия нет ниже нет все вот сюда чтобы не жадничать если дневка закроется тоже на понедельник и четыре инструмента потому что когда все падало то было понятно сейчас на какие-то отклады восстановление инструментов и так далее я имею про сейфди акции сейфди бумажки бумаги значит первый у нас fk у fiat chrysler автомобили сна интересен уровень шестерочка 66 долларов если тест его будет вот так выйти тест и закрытие выше тогда буду лонговать если нет тогда это будет больше если закрывается вот так не живут очень хороший тогда дальше fiat chrysler будут добивать район 445 и 45 откуда взялся давайте просто вот так сделаю покажу вот смотрите 445 стали это месяц три месяца ниже закрывали вот район 445 даже может быть 470 445 450 445 это месячная тема ведь пока его гонят вниз сейчас откат посмотрим но это интересная цена вот ключевые цены не надо спешить торговать все подряд набу вот такая ситуация с ригом риг уровень 104 думаю что если 104 до доллар до 104 смотрите вот как игру стартовый уровень ловый клоус по одной цене здесь 101 ниже 102 давайте единичку поставим вот так вот вот так вот если цена закроется ниже единички все компанию похоронен по ходу дальше уже некуда там вообще ничего то есть ниже доллара все как смотрим если будет долго стоять она и так уже долго выше единички вот один доллар нормальная цена ниже доллара закроется все шарты в пол там все потолок в плинтус шарт компанию похоронен то есть банкрот возможным будет закроется ниже если вверх тогда вот это вот точка и отправная тогда можно луговать но опять же нужно ждать чтобы долго не закрывалась ниже как только девка закроется ниже будет то есть цена ниже одного будет торговаться все компанию похоронят и в пол шортить и продавать все акции дальше ford motors company фордец вот очень интересен рубль 4 4 10 рубль 4 10 4 доллара 10 центов копейка в копейку 4 10 4 10 попытались закрыться ниже тут же отбились вернее гэпом открылись следующий день в истории да и ушла вверх но внимание три дня всего три дня это гэп то есть уже и три дня импульса вверх нет и что это мы до этого ближний ретест три дня импульса вверх не не давали и по идее должен быть импульс дальше три дня и возвращается цена то есть если там в течение там пяти дней не более пяти дней цена там падала к примеру да че пять дней раз два три четыре пять максимум пять дней я так рассчитываю кстати спасибо михалычу гельчику за такие оценки рынка и учения то есть грубо говоря сезона в данном случае падала да потом в течение пяти дней дальше не идет и возвращается к этой цене откуда должен быть импульс но максимум пять дней там нет его то это ближний ретест называется то это очень большая вероятность что это же цена дальше будет поэтому здесь ожидаю закрытие ниже 4 10 и шорт в район рубль 50 форт моторс почему рубль 50 давайте отмотать давайте быстрее отмотать смотрите рубль 50 рубль 50 это не рубль 50 доллар 50 вот сюда вот смотрите бах бах вот организовался уровень круглое число рубль 50 но только при условии если дневка закроется то есть цена не ниже дневки то есть день цена закроется ниже почему идет ближний ретест и последняя сети бумажка и ай е е е е е е трезур бонд смотрите какая ситуация то есть сегодня рынок смотрим как рынок рынка осталось вот сейчас уже сейчас 16 12 по киевскому времени через там сколько полчаса откроется рынок сердечно имеется ввиду америка грубо говоря откроется вот и смотрите что сейчас на этой бумаге происходит и можно дожить и специально до открытия рынка записываю обзор чтобы смотрите что было вот цена и тогда организовалась сцену нижняя граница гэпа вот этого раз и ниже за 5 цена тестит ложные пробои ложные пробои уходит вверх сейчас вот цена последняя верхушка хай цену раз гэпа как здесь вверх загнули так здесь давайте много рисую закрыли низ и обратно то есть по 12195 если сегодня рынок на теперь важный момент откроется под уровнем и будет делать ложный пробой тогда буду шахтить и думал только в этом случае если обратно там с гэпа может вверху это дальше буду смотреть ситуации но если откроется вниз и будет уже будет закрываться вниз торговаться под 12195 можно же зажертить все друзья мои на сегодня все соблюдайте риски свои торговые системы риски всегда торгуете по факту что показывают рынок моменте кто торгует intraday вот мне кстати опять же вспомню питер всегда в моем сердце город там ребята спрашивали что типа но я торгует рады как не переводить позиции средний срок ну подтягивая стопы и смотришь те же самые бары по нефти и побольше но запомнить все средние сроки краткосроки и дальносроки включаешь позицию хочешь одержать начинается с intraday все краткосроки средние сроки то есть не срок тоже начинается с intraday нашел точку ухода в этот день внутри дня в intraday и там держишь средний срок если там цена уходит вот такие ответы то есть все всем пока всем до понедельника понедельник будет очередной обзор всем успехов в трейдинге не болейте не буду вспоминать что сейчас происходит в мире но все-таки про трейдинг берегите себя своих близких и родные свои блогер павленко команда и театре всем пока до понедельника